Залповые и ливневые дожди, нередко приводящие к подтоплениям, одна из особенностей сочинского климата. С природой, как говорится, не поспоришь, а вот сделать все, чтобы минимизировать последствия подтопления, первостепенная задача власти и города. Если заблаговременно предупредить население, поставить в ружье буквально все силы и средства наших городских возможностей, то мы можем минимизировать эти чрезвычайные ситуации. Я бы хотел вас спросить, как мы сегодня готовы, как готов водоканал, как готово наше муниципальное унитарное предприятие «Водосток» к тому, чтобы противостоять природным явлениям. На данный момент справляются, в этом году почищено более 9 километров сетей. Сейчас мы дополнительно муниципальные деньги в порядка 9 миллионов доводим до «Водостока» через департамент городского хозяйства, что приведет к еще более качественной прочистке ливневых каналов в Эмеретинке. Дополнительно успеем к ливневым периодам в октябре-ноябре ожидающимся еще пройти раз экскаватором, прочистить, убрать иловые наносы, что снизит риск. Всего на балансе «Водостока» 150 инженерных сетей. Ливнестоки отмечают специалисты «Чисты» и «Вместительные». С нагрузкой не справляются лишь в период интенсивных сочинских дождей. И в Советском Союзе проекты предусматривали до 60 миллиметров выпадения осадков средства сетей. Кстати, Краснодар предусматривает только 30 миллиметров. Только 30, да. И сейчас у нас основа проектирования именно от этих цифр. Мы должны обеспечить так, чтобы механизм городской работал безупречно, как и происходило всегда. Если даже идет огромная стихия, то к этой стихии мы должны быть готовы. Главное – не допустить гибели людей. И вторая задача – минимизировать материальные потери. Насколько я понимаю, мы с этой задачей справляемся и будем справляться. Я еще раз повторяю, что к ноябрю, к декабрю месяцу надо быть готовым. И по пропускной способности рек, и, конечно, ливневая канализация, она должна всегда быть в идеальном состоянии, прочищена. С началом сезона дождей в городе круглосуточно будут дежурить аварийные бригады и спецтехника. Таким образом, перебои в работе системы ливневой канализации, даже в случае выпадения обильных осадков, будут снижены до минимума.